есть в чехии трасса под названием д-1 это пожалуй самая знаменитая автомагистраль в стране соединяет она два самых известных чешских города прагу и брно казалось бы ничего необычного но примерно посреди этой трассы есть место которое в народе считается проклятым а еще на трассе именно на том участке о котором я хочу вам рассказать стоит вполне себе обычная заправка необычно в ней только название так здесь вполне обычная заправка ничем не выдающаяся как множество в чехии просто заправка просто кафешка просто стоит много машин необычна она лишь тем что название этой заправки девять крижу что такое девять крижу девять крижу это девять крестов крищ по-чешски это крест странное название для заправки но все это не просто так кстати на заправке 9 крестов мы сейчас выпьем кофе и отправимся к тому месту по которым хочется рассказать и и в честь которого названа это заправка 9 крестов но все купили мы кофе для смелости и сейчас едем туда где все произошло и расскажем точно не боитесь если нет поехали с нами итак мы приехали в одно место которое заслуженно считается проклятым вполне заслуженно здесь происходит например много аварий и так что же здесь произошло а произошла здесь очень трагическая история на самом деле было это в 16 веке шел однажды через лес местный фермер как вдруг увидел прямо перед собой на дороге истекающего кровью молодого человека жалко стало его фермеру молодой совсем и не пожил вовсе не стал добрый фермер его оставлять на верную смерть а решил отнести домой и там оказать помощь и вот принес крестьянин домой раненого и попросил свою единственную дочь позаботиться о несчастном дочь у крестьянина была молодая и очень красивая раненый парень который оказался венгерским торговцем тоже хорош собой вот так и случилось что красавица не только излечила раны юноши но молодые люди очень полюбили друг друга только вот и венгер был беден а значит он не ровно богатому фермеру отец девушки несмотря на свое доброе сердце и слышать не хотел о союзе своей единственной любимой дочери с бедняком очень он разгневался и указал юноше на дверь как не рыдала единственная дочь но сердце отца не дрогнуло венгер же отказаться от любимой просто так не смог дождавшись когда отец девушки ушел по делам он проник фермерский дом и взяв с нее слова ждать его ровно год дал любимой клятву что через год вернется за ней уже богатым человеком и попросит ее руки девушка конечно согласилась молодой человек ушел вот только у отца невесты на дочь были совершенно иные планы в которые бедняк чужестранец точно не входил он нашел ей богатого жениха им оказался очень состоятельный купец из их же деревни долго плакала девушка и умоляла отца не выдавать ее замуж за нелюбимого но отец был непреклонен он сказал выйдешь замуж в этом году за того кого я тебе выбрал и лить слезы тут нечего поплакала невеста но деваться некуда пришлось согласиться на брак с богатым и нелюбимым купцом и вот уже вся деревня готовится к свадьбе единственной дочери фермера новость о свадьбе доходит и до венгра это ему совсем не нравится он не желает никому отдавать свою любимую и в отчаянии придумывает план неподалеку живет охотник но народ в округе называет его разбойником готовым за деньги пойти на любое преступление вот к нему-то и направляется венгр и конечно людская молва оказалась права за небольшую сумму денег охотник соглашается помочь венгру а помощь его заключается в следующем выследить нового жениха красавицы и убить но тут оказалось что и вовсе ждать нет времени свадьба уже назначена в общем медлить нельзя пришлось затаиться в лесу и ждать свадебный кортеж который будет проходить по той самой лесной дороге на которой когда-то фермер и нашел юношу и вот этот день настал венгр и охотник надежно укрылись в зарослях в ожидании свадебного кортежа план был таков охотник убивает жениха а венгр хватает испуганную невесту в охапку садится с ней на лошадь и увозит подальше от этих мест и вот свадебный кортеж показался на лесной дороге невеста с женихом и гости процессия поравнялась затаившимися в укрытии охотник поднимает мушкет наводит на молодых стреляет и красавица невеста падает замертво молодой венгр в ужасе смотрит на труп любимой гости с криками разбегаются обезумевший венгр берет свой мушкет целится в жениха убивает его в агонии убивает еще нескольких не успевших далеко убежать гостей потом стреляет в своего сообщника и вот он в последний раз встает на колени перед телом своей любимой в последний раз гладит ее лицо в последний раз целуют ее губы и стреляет в себя испуганные гости которым посчастливилось покинуть место трагедии в ужасе прибегают в деревню и рассказывают о случившемся деревенские жители берут виллы топоры дубины и бегут в то место где случилась беда с желанием найти и наказать убийц но на лесной дороге лежит лишь 9 трупов среди которых и убийцы и так наказывать некого зато есть кого хоронить пришлось вырыть 9 могил и похоронить в них и жертв и убийц вот так на лесной дороге и оказалось 9 крестов под центральным самым большим лежит невеста слева от нее могила ее возлюбленного а справа мужа под остальными крестами лежат погибшие гости и если вы думаете что это конец истории то нет дальше началось вот что вскоре возле этих крестов прохожие начали часто встречать призрак девушки в подвенечном платье а еще здесь начали происходить несчастные случаи например кони которые в те давние времена служили средством передвижения могли начать вести себя странно он мог сбросить седока и убежать или просто начать очень быстро скакать как бы убегая от невидимой погони в общем сторониться начали этой дороге с девятью крестами и называть проклятой тогда бенедиктинцы из монастыря поблизости решили установить новые кресты взамен старых новые кресты осветили и поставили на какое-то время призрак невесты пропал путники вновь начали появляться на лесной тропе но спустя время все повторялось призрак невесты странное поведение коней и опять новые освещенные кресты а после них временное затишье шли годы столетия люди каждый раз обновляли кресты коней сменили автомобили возле старой лесной дороги проложили современную скоростную трассу но как и в шестнадцатом веке именно этот участок дороги считается здесь самым несчастливым именно здесь происходит больше всего аварий и по статистике гибнут в этих авариях или те кто недавно женился либо кто был недавно гостем на свадьбе часто водители видят призрак невесты предыдущий по трассе те кто не в курсе списывают это на галлюцинации от усталости а те кто знает историю понимают что пора опять менять кресты само собой вокруг этой истории с крестами множество споров ведь живых свидетелей уже давно не осталось но я считаю что это всего лишь сказка и даже когда в 60-х годах здесь прокладывали электрические кобеля рабочие нашли под крестами кости кости передали археологам но чьи это кости так никто и не выяснил а вот кости которые нашли под крестом невесты видимо из уважения к призраку отдавать никому не стали а завернули в платок и положили на место конечно же прагматичные люди говорят что кости могут быть чьи угодно за столько лет здесь происходило столько событий что останки могут принадлежать и солдатам и обычным жителям да мало ли кому во время наполеоновских войн здесь были пути прусско-австрийских войск солдаты могли умереть и от ран и от болезней вести на кладбище времени не было а тут уже стоят кресты вот могли подхоронить а в 2012 году на чешском телевидении вышел документальный фильм посвященный расследованию этой истории были подняты архивные материалы от 1824 года в которых упоминается история с нападением на свадебный кортеж шестнадцатом веке а в архивах музея сохранилась брошюра от 1801 года с описанием истории которая предшествовала этому массовому убийству но вот выяснить имя невесты и ее жениха по записи о заключении брака невозможно потому что закон вести реестры был издан только в середине 16 века а эта история произошла лет на 30 раньше в общем было не было никто точно не знает но все же жители деревни в которой когда-то жила несчастная невеста и по сей день раз за время обновляют кресты так на всякий случай где похоронена невеста а вот она похоронена посредине здесь стоят свечи ну а отъехав в километр от крестов мы увидели аварию в которой слава богу все были живы ну а и Субтитры подогнал «Симон»